Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цвет власти». Что мы знаем об общественной палате Мурманской области? Не так много, как хотелось бы. Палата выбирается, а точнее сказать, формируется из 45 членов. 15 человек назначают губернатор, 15 – Мурманская областная дума и 15 делегируют муниципалитеты. Срок полномочий общественной палаты – два года. Впервые мы услышали о ней в 2008 году еще при губернаторе Евдокимове. Новый состав приступил к работе в декабре 2010 года. Члены палаты – люди разных профессий и политических взглядов. Суть их совместной деятельности – экспертиза законопроектов, в частности регионального бюджета. А главное, они должны донести до власти общественное мнение. Впрочем, по мнению скептиков, палата является декоративным, ничего не решающим, а порой и марионеточным органом. Так ли это? Мы ведь не зависим от них. Они нам зарплату не платят. И мы ничего не теряем, когда мы высказываем свое собственное мнение. Для этого общественная палата создана. Другое дело, учтут это мнение или нет, уже зависит от, будем сказать, от степени значимости общественной палаты. Вот мы сейчас пытаемся эту степень значимости повысить. Светлана Поршкова – председатель регионального общественного движения «Конгресс женщин Кольского полуострова». У нас и Россия еще очень молодая страна. То есть еще даже до 20 лет нет самой России. И, конечно, гражданское общество в России, оно еще только в периоде становления. Тот период эйфории, вот в начале 90-х годов, когда общественные организации создавались просто вот каждый день там пеклись как пирожки, он прошел. И сейчас требуется более профессиональная работа общественных организаций. То есть это уже не художественная самодеятельность. Ну, я считаю, что первый состав был более работоспособен. Николай Бакшевников – председатель Мурманской областной организации «Союза журналистов России», председатель комиссии по вопросам гуманитарной сферы развития и гражданского общества. Насчет марионеточного я не соглашусь, потому что, ну, не в чем тут марионетничать. Понимаете, общественная палата, как я понимаю, она в принципе ничего не решает. Поэтому вряд ли кому-то надо ею там это манипулировать. Я считаю, что пока общественная палата, ну, по крайней мере, вот каждая, наверное, областная общественная палата, хороша хотя бы тем, что там можно вслух громко что-то сказать. Наша общественная палата находится в состоянии поиска, потому что, вы понимаете, меня несколько тревожит, что там мало молодежи. Вы понимаете, молодежи во всех смыслах. Мало политического плана молодежи, мало просто молодежи. Чисто декоративно часто ее приглашают. Вот у нас есть молодежи, это и в Думе, и так далее. Дело вот в чем. Если мы возьмем историю, я историк по базовому образованию, то мы знаем следующий очень важный сюжет. Он заключается вот в чем. Только молодые разгребают авгиевые конюшни, которые оставило старшее поколение. Так, например, на последнем заседании комиссии общественной палаты обсуждали такую щекотливую тему, как состояние гражданского общества на стыке 2011 и 2012 годов. Говорили, что думали. Так, например, Николай Бокшевников уверен, что у нас гражданского общества нет. И последние выборы тому подтверждение. Когда сенатором от Мурманской области стал бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб, получивший мандат депутата сельсовета Варзуга, где ему для победы потребовалось всего 90 голосов избирателей. Кто в нашей области, как вы считаете, удовлетворен результатами? Вот мне кажется, практически никто. Единая Россия, конечно же, нет. Она рассчитывала на гораздо больший процент, не на хилые 32 с небольшим процентом. КПРФЛ, ДПР или Справедливый Рост. Эти участники выборного процесса не просто недовольны результатами. Они считают, что результаты прошедших выборов были фальсифицированы. Стали придумывать какие-то временные избирательные участки на предприятиях, учреждениях культуры. То есть, потому что считали жители областей, краев и так далее, последними дураками. А мы оказались, ну, не совсем дураками. Дураков в палате нет, это точно. Ну, например, академик Анатолий Виноградов считает, что мы являемся свидетелями серьезных перемен в государственном устройстве. Ведь по Конституции Совет Федерации это выборный орган. Однако, с тех пор, как стали назначать губернаторов, он перестал выполнять свою функцию. Главная проблема нашего общества – это двойные стандарты. Когда в законе написано одно, а в действительности происходит другое. Отсюда безнаказанность и всеобщее неуважение. Значит, мы лишились представительного органа власти главного. Это первый подлог и изменение политической структуры государства, которое мы молча проглотили. Анатолий Виноградов – главный ученый-секретарь Кольского научного центра РАН. Общественная палата по этому поводу ни разу не высказалась. Мы как-то все это спокойно голосуем. Мы перешли практически к самодержавию. Для чего создан Совет Федерации. У него главная функция – принимать решение об импичменте, об отрешении от власти президента. Ну, может ли Совет Федерации, назначенный президентом, принять такое решение? Не может. Следовательно, у нас президент становится самодержцем. Его нельзя отстранить от власти. Ну, а когда президент становится самодержцем, а в Думе правящая партия головная, которая не имеет оппонентов или может не считаться с оппонентами, дальше у нас начинается безнаказанность. А каждая безнаказанность порождает двойные стандарты. Мы говорим одно, а делаем совершенно противоположное. Мы говорим, все кандидаты на высшую власть или в Думу, или на президента равны. И всем должны быть предоставлены равные права. И что мы видим? Мы с утра до вечера на телевидении видим жизнь замечательных людей. Двух. И больше мы никого не видим. Принято постановление о том, что обязательны дебаты, выборные дебаты партий и претендентов президента. Для Единой России это исключение. Дебатов у нас нет. Государственных дебатов. Нельзя называть дебатами вот те шоу, которые устраивают телевидение. Типа поединок. Лидеры страны позволяют себе выходить на телевизор и говорить. Все остальные партии воры и мошенники. Претендент в четвертый раз претендует на пост президента. Кто? Жириновский. Клоун. И дальше у нас начинается небольшой процесс духовно-морального разложения общества. Потому что с детства, с детского сада все смотрят, а как ведет себя старший дядя. Старший дядя может себе позволить. Если вы вышли на площадь на митинг и высказали мнение, не согласное с его, то это пена. Если эта пена выбрала себе белую полоску, то это контрацептивы, нацепленные на шею. Это что? Уважительное отношение к людям? Гражданское общество существует только тогда, когда каждый имеет право высказать свою точку зрения. Когда эта точка зрения каким-то образом все-таки систематизируется, доходит до правительства и учитывается. Или, по крайней мере, человеку объясняют, почему в данном случае его мнение нельзя воплотить в жизнь. Для этого и надо проводить диспуты между партиями и претендентами. Только эти диспуты не должны сводиться к тому, сколько ты украл до этого, и почему я тебя называю вором и мошенником. А нужно обсуждать конкретные программы действий. Это делать, это не делать. Почему это делать, а почему это не делать? У нас происходит подмена поднятий на наших глазах. У нас произошла смена политической системы, и мы на это не обратили внимания. Значит, у нас гражданское общество, можно сказать, на самой низкой фазе развития. Интересно, что ответит академику заместитель председателя Мурманской областной думы, в прошлом депутат Государственной думы и профсоюзный лидер, член правящей партии, очень опытный политик Игорь Чернышенко. Но я бы не хотел согласиться с тем, что мы продолжаем оставаться в темном периоде существования нашего гражданского общества, исходя из последних событий. Вы прекрасно ощущаете лучше меня, что последние события, я имею в виду не только Болотная площадь и улицы Сахарова, я имею в виду те движения, которые объединили, например, автомобилистов, так называемые движения синих ведерок, которые выражали общее неудовлетворение положения дел государства через узкое такое профильное направление своей деятельности. То же самое борцы там за Химпинский лес. Таких очень много было образований, которые люди выходили на улицу. Это одна из форм участия гражданского общества в управлении государством. Но и бесспорно наиболее сложный процесс переосмысления отношений государства и гражданского общества происходит в наши дни. Хотим мы признавать или не хотим этого признавать, все-таки движение активное есть, и мы должны убедительно подтвердить, что гражданского общества были вынуждены услышать. Это не добрая воля действительно находящихся у власти, потому что любая власть защищает себя, любая власть добровольно никогда ничего не отдает. Это не я, это и Ленин говорил, это говорили и теоретики государственного строительства в разных государственных устройствах. Поэтому то, что сейчас происходит в нашем обществе, то, что принят последний целый пакет незаконов, а решений о возврате выборов губернаторов, о возврате выборов членов Совета Федерации, о уменьшении в разы, я абсолютно не согласен с той цифрой, которую заявили, и если я ее правильно услышал, чуть ли не 500 человек могут создать сегодня партийную партию при наличии более чем 50. Это абсолютный нонсенс. То есть мы опять из одной крайности уходим в другую, и тем самым мы размываем понятие политических партий, политического движения, давая возможность создавать партию любителей пива, дивана и так далее. Но тем не менее, сама реакция власти на то, что произошло за последние дни, она, конечно, дает мне надежду, большую надежду и понимание того, что эти процессы уже, наверное, необратимы. Мы не сумеем изменить ситуацию отношения гражданского общества и власти сиюминутно. Бесспорно, выборы предстоящие, они запрограммены на победу Владимира Путина. Я абсолютно убежден, что сегодня из того набора кандидатов, который существует, другого кандидата нет и не может быть. В то же время я не согласен с тем, что в дебатах, например, лидер нашей партии, ну, посчитал, возможно, для себя не участвовать. Я, например, не согласен с тем, что действительно экранное время сегодня дается излишне мощно в пользу одного кандидата. Много есть тех издержек, которые мы должны все равно пройти, и я убежден, что, тем не менее, вызовы, которые общество гражданское дало власти, они, по крайней мере, услышаны. И оптимисты, и пессимисты, интеллигентно образованные люди все друг друга понимают. Откуда же такое напряжение в обществе? Быть может, язность внесет историк. Что такое полис в то время? Город. Это Акрополь, крепостная стена, за которой живет аристократия. Владимир Рыбкин, заведующий кафедрой социальной педагогики и социальной работы Мурманского государственного гуманитарного университета. И Демос, который живет за пределами этой аристократической части. У нас Пасад. По-русски Акрополь, это Кремль. Я не случайно вычинял вот этот тезис, чтобы все обострить. А там теперь не живут. Я теперь хочу сказать следующее. Гражданское общество, это общество гражданской войны. Потому что, когда мы с вами говорим об учете интересов тех или иных людей, в обществе, групп и так далее, мы говорим о перераспределении собственности. Всякое перераспределение собственности, это гражданская война. Она может носить демократический характер, то есть по закону, когда мы с вами договорились, проголосовали. Я вам напомню, голосование это меч, поднятый в защиту своих прав. Почему мы голосуем поднятым? Из античных авторов очень ясно говорилось в следующей мысли. Каждый гражданин должен бороться за свои права, как за стены родного города. А когда мы голосуем, не читая законы, мы предаем самих себя. Я хочу напомнить, что всеобщее образование того времени, это высшее образование, которое могли дать греки своим юношам до 20 лет. Включая сюда обязательное военное образование. Я не случайно останавливаюсь на военном образовании. Потому что защита законов и защита государства – это воинская доблесть. И когда мы с вами переходим в контрактные армии, мы не лишаем народ права защищать свои права. Я пущу академические споры вокруг термина «гражданское общество» и его понимания в русской традиции. Одно любопытно, что по мнению большинства членов палаты, нынешняя молодежь понимает гражданственность в первую очередь как оппозиционность, хождение на митинги и акции протеста. И это членов палаты беспокоит. Студенты в основном все, вот на факультете, особенно журналистики, поскольку они с прессой имеют дело вот с этими вещами, у них все, что против государства. Государство им не дает, не разрешает. То есть вот эта вот оппозиционная вещь, это вообще-то очень тревожно. Очень тревожно. И, конечно, это нужно и разъяснять, и объяснять, а главное вот консолидировать нужно сейчас вот эти потоки наших молодежных. Да, к сожалению, и общение в первую очередь с молодежью показывает то, что молодежь не верит в то, что она способна что-то сделать как граждане, как единица, не имеющая в кармане властного удостоверения или властной должности, за которую получает зарплату, и не только зарплату. Юрий Монаков. Председатель правления Общественного центра охраны правопорядка. Член наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Точно так же большое разочарование у людей среднего возраста. Наиболее активные люди те, которые, так сказать, закалились в те времена, когда еще был наш родной Советский Союз, то есть люди старшего поколения. Это у них в крови то, что они имеют свою позицию и научились, и умеют ее отстаивать. То, что сейчас у нас происходит, все говорят, что вот Сахарова, Сболотная, как классно это проявление гражданского общества. Извините, в данном случае у меня одна ассоциация. Наступили на хвост, гражданское общество заверещало. Но тот, кто наступил, уже стоит на этом хвосте. И еще думает убрать ногу или не убрать, или дать еще 4 февраля покричать. А потом уже, может быть, ногу уберем. И я думаю, что так как у нас нет возможности голосовать мечом, поэтому это не так грозно выглядит для власти имущих, хотелось бы, чтобы у тех людей, которые находятся во власти и имеют намерение что-то изменить в лучшую сторону, в том числе и в гражданском обществе, чтобы мы не занимались маханием кулаков, кулаками после драки. Чтобы Болотная и Сахарова происходило не после выборов, а перед ними. Чтобы какое-то обсуждение какого-то закона происходило не после его принятия, ай-яй-яй, как там неправильно, а до того. Надеюсь, что я сумела передать вам атмосферу, которая царит в Мурманской общественной палате. И вы убедились, что это место для дискуссии. Кстати, члены палаты ведут еженедельные приемы граждан. Нет, жаловаться общественникам не стоит, лучше приходить с конструктивными предложениями и инициативами. Чуть не забыла, во время заседания комиссии, вновь избранные депутаты облдумы очень радушно приглашали общественников к сотрудничеству. В области законотворчества и работы с избирателями. Крайне важно, чтобы мы, пионеры гражданского общества, находили возможность не просто критиковать, а каким-то образом нацеливать и приходить в областную думу, в том числе с какими-то конкретными предложениями. Это будет очень и очень правильно. Члены палаты были польщены. Вот только попросили для начала убрать пост охраны на первом этаже думы, чтобы народные избранники были более доступны народу. А еще решили просить губернатора о встрече. Через год их срок полномочий истекает, а они так и не поговорили с главой региона по душам. А давайте попросим губернатора встретиться с членами общественной палаты и зададим ему, в рамках круглого стола, и зададим ему вопросы. Что сделано правительство на Мурманской области, лично им, для развития Мурманской области? И какие итоги этой деятельности? Ведь мы же с вами одну из главных задач имеем перед собой, это контроль за деятельностью правительства. Наверное, это все в наших рамках. А я с вами прощаюсь. Смотрите программу «Цвет власти» теперь в среду в 21.00. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!